Время новостей Татарстана Ниже только крыши У вас незаконно установлены ковырки над балконом Почему снег с домов убирается местами, выяснял Рамиль Шайдулин Как два главных документа градостроительства Казани оказались несостыкованными и привели в зал сюда прокуратуру и исполком Начали сделать стройку, чтобы ездили там машины, сваи и все А жители улиц Новаторов и Галеева оказались потерпевшими от этого В залу судебного заседания Альбина Минибайна История совершений Результат его деятельности это переход 30 тысяч наших земляков Подвиги Мусы Джалиля, как это было, расскажет Дмитрий Иринен Прекратить разбазаривать земли Президент Татарстана сегодня жестко отчитал глав районов, где направо и налево раздают участки На сельхозу годях вырастают жилые дома и коттеджи, а не фермы и агропредприятия Все пробелы в работе пристально изучили на итоговой коллегии Минсельхоза Будут ли молиться о дожде или усерднее работать? Александра Севастьянова о нюансах сельской жизни Недолго лента красовалась Сельскохозяйственные итоги сегодня подвели на Поволжском агропромышленном форуме Он ежегодно собирает сотни агробизнесменов Хороший повод не только налазить деловые контакты, но и обсудить насущные проблемы 210 предприятий со всех уголков мира здесь Представители компаний России, Белоруссии, Германии, Латвии, США, Украины, Польши и Палестины Все они стремятся поделиться с посетителями последними достижениями сельскохозяйственной отрасли А в этом павильоне товары исключительно татарстанского производства Здесь и овощи, выпечка, молочная и мясная продукция Все сделано в республике Ответ аграрии держали перед президентом Рустам Мениханов плоды труда в прямом смысле опробовал Тем, кто трудится, себя не жалея и бояться нечего, говорит Габдулхай Каримов Директор агрофирмы Арского района За качество товара отвечает Картофель и хлеб ведут буквально от полей до прилавков Я сегодня каких-то больших проблем не вижу Сегодня только надо работать К этому уже на коллеги призвал и Марат Ахметов Поставил перед аграриями задачу Сбор зерна увеличить до 5 миллионов тонн А это на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году Тогда посеянным надеждам не дала взойти засуха И все же успехи 2016-го можно назвать переломными За последние 7 лет это самый высокий показатель Сейчас татарстан в тройке лидеров по стране Обогнали лишь Краснодар и Ростов Задача текущего года не только сохраниться в этой тройке Но и обеспечив еще 5% сопоставимого роста Серьезно укрепить наши позиции Поскольку очень амбициозно Со своими показателями и динамики В этот престижный клуб рвутся Белгород и Воронеж Под нажать и по надоям, и по производству молока Поручил уже Рустам Миниханов Особой задачей для компании просто молоко Увеличили объем в 3 раза, но возможностей было больше Посчитал президент В полную силу развивать электронную торговлю сельхозтоварами Еще один наказ президента Задача для Ахметова и Шейхуддинова Задействовать потенциал сельчан Особое поручение по сельхозземлям Здесь не место коттеджам, а должны стоять агрофирмы и предприятия Жилищным строительством, которое не сопровождается производством Рустам Миниханов велел не увлекаться Продать землю, потом не вернешь Каждый кусок земли Даже во многих странах никаких разрешений никому строить не дают Обязать, как попало Замечания и убыточным районам просто так Проедать бюджет не позволят, заявил Марат Ахметов По словам министра, показатели выручки на гектар пашни Сейчас в разных районах отличаются в 5-6 раз Ахметов заявил, что Татарстан не может позволить себе Такой полярности показателей Бороться с подобным расточительством бюджета Серьезная экономическая задача на 2017 год Но нарастить эффективность может только хорошая зарплата Мотивация сейчас сомнительна Порядка 18 тысяч рублей Повысить поручил министр Александр Себастьянов, Андрес Нитальцев, ТНВ, Казань Еще один удар по банковскому сектору На этот раз информационный В эти дни приходится опровергать слухи стабильному Акбарсбанку В сети появилась информация об ограничении выдачи наличных в кассах и терминалах Напомним, что подобное уже было не раз Что ответили обеспокоенным клиентам в самом банке услышала Альбина Солгараева Сегодня клиенты Акбарсбанка вновь начали получать сообщения на свои телефоны О якобы существующих проблемах финансовой организации В сообщениях содержится информация с призывом срочно снимать деньги Но клиенты банка, как оказалось, подобных смс не получали В отделение пришли по текущим делам Никаких смс-сообщений я не получил Просто распространяются слухи, я так думаю Пенсию получаем? Нет Абсолютно ничего не получала Очередей в кассе не больше, чем обычно Все банкоматы работают Особой суеты не наблюдается Но слухи, как выяснилось, дошли до руководства банка Информация недостоверна Спешат они сообщить своим клиентам и успокоить их Это очередная волна сплетен Никакого отношения к реальной действительности это не имеет Мы, в принципе, ситуацию сейчас держим на особом контроле Ситуацию с очередями в кассах Ситуацию с деньгами в банкоматах И вообще в целом Оно и понятно, ведь после проблем с Татфонбанком Население обеспокоено В такой ситуации любая информация может спровоцировать панику Этим в подобных ситуациях и пользуются те, кому это может быть выгодно Подобные акции эксперты называют информационной атакой Как правило, такие слухи распускаются конкурентами Потому что в любом случае, если проблемы возникают в одном банке И клиенты начинают уходить из этого банка То они приходят в соседние банки И в последнее время мы наблюдаем в республике Татарстан именно такую ситуацию Напомним, и другие банки сообщали о подобных ложных сообщениях в их адрес с клиентом В таких случаях советуют не поддаваться панике И уточнять информацию в официальных отделениях банка Альбина Слугараева, Сергей Хайдаров, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань Снег над балконами, проблема казанцев, крыши столичных домов в снегу Причем где-то за год его не очищали ни разу Теперь управляющие компании делят обязанности с жильцами Почему туда, где не достает лопата дворника, должна достать рука собственника, узнал Рамиль Шайдулин Снег засыпал не только дворы, но и транспорт Однако проблема решаема Станислав Жирнов решил привести двор в божеский вид за несколько часов Не мерил, но в шести часов, в шести до десяти И вот сейчас после обеда до четырех буду Там, где достает лопата, не заканчиваются все проблемы Если во дворе страшно не проехать, то прямо у дома просто не дойти С покатых крыш гроздьями свисают снежные сугробы Вот в середине прям воронка, как снег падает Наталья Добручева такую картину наблюдает постоянно Но если раньше снег падал с силами людей, то в этом году только по воле природы Падает снег, падает сам по себе Тут все время вот яма у нас прям вот как бухает, все Такие забытые дома есть во многих районах Казани Где-то последствия непогоды убирают и на высоте, но местами сугробы остаются Кроме крышня скапливается еще и на балконных выступах Причина всему козырьки и если сверху осадки убирают работники ЖЭКа То с балконов теперь должны и сами жильцы У вас незаконно установлены козырьки над балконами И хотела вручить вам предупреждение Подпишитесь, что вы ознакомлены И то, что вы должны свое время наехать очищать собственными силами Ухаживать за балконами самим предписывают в управляющей компании Они без проекта, без соответствующего клона И практика показывает большинство, что сход снега именно образуется оттуда Правда, как убирать снег с балкона самостоятельно Исполком пока не предписал Учитывая, что зачастую снег с общей крыши попадает на крышу частную И получается, что виноват квартиросъемщик Но с разделением полномочий не поспоришь Все, что во дворе остается головной болью коммунальщиков А что над ним больше жильцов Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань Сегодня день вывода войск из Афганистана По всей стране проходят митинги и акции памяти В Татарстане традиционно возлагают цветы к памятникам воинам-интернационалистам За 10 лет войны в горячей точке побывали 650 тысяч военнослужащих 2000 из них из столицы Татарстана 275 казанцев были награждены медалями Когда у подвига нет цены Сегодня в Татарстане вспоминают героизм джалилевцев 111 лет назад родился Муса Джалиль Герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии И единственный поэт-обладатель двух этих высших госнаград Дмитрий Аренин воссоздал эпизоды подвига Февраль 1942 года, Волховский фронт Здесь, составив 2-й ударной армии уже месяц, политрук и военный корреспондент Муса Джалиль Ведет бой, прорываясь к сожженному Ленинграду Пожалуй, тогда еще никто не знает, что это наступление для поэта и всей армии окажется роковым Войска, идущие снять блокаду с Ленинграда, сами оказываются в котле Попытки вырваться из окружения Джалиля тяжело ранят Он теряет сознание и попадает в плен Именно поэтому Ленинград выстоял тогда, в 1942-м Потому что вторая ударная полгода держалась в окружении Здесь, в немецких застенках, Джалиль начинает новую борьбу Он вступает в подпольную организацию Так называемая группа Джалиля устраивает побеги узников и ведет антифашистскую агитацию После которой войска, сформированные из пленников, массово переходят на советскую сторону А попросту сбегают от немцев Результат его деятельности это переход 30 тысяч наших земляков, бывших пленных, в состав партизанских отрядов сопротивления Все это, когда группу все же разоблачили, немцы назвали подрывной деятельностью По таким обвинениям немецкая эфемида снисхождения не знала При этом и в неволе поэт остается поэтом В тюрьме Джалиль пишет более 100 произведений И это только те, что сохранились в так называемых мобильских тетрадях По отзывам эти стихи стали особенно яркой вспышкой в творчестве Здесь и болят разлуки, ненависть к врагу и презрение к смерти Песня меня научила свободе Песня борцом Умереть мне вели Мусат Джалиль единственный татарский поэт, да вообще поэт во всем мире Который все-таки писал стихи в таких страшнейших условиях Тюрьме, мобитской тюрьме Джалиля казнили, но о его подвигах стало известно всему миру Поэту присвоено звание Героя Советского Союза Мусат Джалиль стал одним из монументальных символов Казани И олицетворением всего Татарстана и его народа Дмитрий Аринин Марат Саидгараев, ТНВ, Казань Еще один подвиг на этот раз в тылу совершили татарстанцы 75 лет назад В феврале 1942 года был построен Казанский обвод С каждым годом участников того настоящего подвига становится меньше В памятную дату Аделя Коломиец встретилась с одним из них Шамсия Усманова о войне знала с детства Отец герой гражданской войны, когда пришла война другая Великая отечественная девушка была в тылу Но в ближайшее время и он должен был стать полем боя Тогда Шамсия, как тысячи татарстанцев, начала строить оборонительные точки Я из леса возила длинные бревна, их складывала в три ряда А сверху засыпали землей, получались настоящие окопы Окопы, землянки, огневые точки собирались в один единый казанский обвод Центральным комитетом РСПСР планировалось, что в него войдут более двух тысяч мест обороны Казанский обвод являлся частью Волжского оборонительного рубежа И проходил от деревни Покровская на берегу реки Волги Через станцию Урмары, райцентр Кайбицы, райцентр Опастова до Куйбышева-Татарского К работам привлекались жители Казани, Алексеевского, Опастовского, Арского, Нурладского и других районов Трудились подростки и взрослые, в основном женщины и даже инвалиды Моя двоюродная бабушка как раз участвовала в строительстве Казанского обвода в Каябинском районе Она рассказывала, какие трудности они пережили Она рассказывала, как они в 40-градусный мороз просто в одних юбках и в тонких пальто выходили на строительство Одновременно по всему Татарстану работало более сотни тысяч советских людей Всего успели вырыть и оборудовать более 330 километров окопов Они не пригодились абсолютно, войска сюда не дошли Но тем не менее, для того, чтобы этого не случилось, гарантия такая была создана Строительство окончилось в феврале 42-го Так массовые работы заняли порядка полугода изучением этого периода И занимается группа активистов Важно, чтобы крупицы истории не потерялись на страницах времени Аделя Кламис, Рамиль Шайдулин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань, Нурладский район Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем далее Многолитие Татарстан Число иностранных граждан Республики Татарстан приближается к 10 тысячам Это очень хорошая цифра Из каких стран чаще всего приезжают жить в Татарстан? В рассказе Елены Новгородцевой Как два главных документа градостроительства Казани оказались несостыкованными И привели в зал суда прокуратуру и исполком Начали сделать стройку Чтобы ездили там машины, сваи и все А жители улиц Новаторов и Галеева оказались потерпевшими от этого В зале судебного заседания Альбина Минибайна Лифт не работает, а в интернете детям небезопасно Об этих и других вопросах говорили сегодня на встрече президента республики С активом Общероссийского народного фронта Участники встреч обсудили ход реализации общественных предложений Сопредседатель регионального штаба ОНФ в республике отметил Что по вопросам неработающих лифтов и безопасности в сети Интернет уже проведены проверки Народы Татарстана готовятся к третьему съезду Укрепление мира и согласия одна из приоритетных задач И для тех, кто здесь проживает, и для тех, кто приезжает Сегодня в Казани все вместе подвели итоги работы Совета Ассамблеи народов Елена Новгородцева о семейных ценностях и межнациональном единстве Мы играем на разных инструментах Этот ролик просмотрели сотни фолловеров Когда он появился, президент Рустам Миниханов Выложил его в своем инстаграм и сопроводил ремаркой Молодежь всего мира выбирает Татарстан И это видео символизирует многообразие национальностей и народов На молодежное крыло Ассамблеи делают ставку И организация не что иное, как прививка от негативных процессов Которые вспыхивают в разных уголках мира Студенческая Казань для иностранцев очень привлекательна Очень хороший индикатор привлекательности Татарстана Это количество иностранных студентов Иностранные студенты это люди, которые самостоятельно выбирают Где им учиться, где им платить деньги за свое обучение Число иностранных граждан Республики Татарстан приближается к 10 тысячам 250 тысяч иностранцев ежегодно ставят на учет миграционную службу На первом месте это граждане Узбекистана, на втором Таджикистана А если из дальнего зарубежья, то представители Турции и Германии желают жить в республике Ассамблея Татарстана имеет 10 соглашений с силовыми ведомствами и госорганами власти Спокойствие, мир и порядок Вот за что в первую очередь ответственно Ассамблеи Впереди в апреле третий съезд народов республики Мы сделали квоту, мы сделали по численности квоту для каждой нации и народности И для каждой территории, города и района Сейчас эта работа активно идет в республике И у нас еще некоторая резервная часть остается для гостей, которых мы пригласим в республику 170 национальностей съедутся в Казань 22 апреля Будут рассматривать важные национальные вопросы Укрепление согласия мира Елена Новгородцева, Разиль Гаипов, ТНВ, Казань Дворы, парки, детсады, истории, театр Наказы избирателей легли в основу 25 партийных проектов Единой России Их перечень ранее утвердили в Москве Часть проектов для Татарстана уже не актуальна Поэтому республика сократила список до 19 и добавила 5 региональных При принятии федеральных проектов по улучшению городской среды Об устройству парков и строительству домов культуры взяли опыт Татарстана Однако регионам-донорам на их реализацию деньги из федерального бюджета не предусмотрены Это не значит, что мы не будем заниматься этими проектами Мы их некоторые введем в ранг регионального проекта Поскольку все равно этими проектами жизнь заставляет нас серьезно заниматься Речь идет о дворовых территориях, квартальных территориях в городах и муниципальных районах Мною уже подготовлено письмо президенту республики Татарстан О включении этих программ, финансировании в рамках тех программ 35 так называемых президентских программ на территории республики Татарстан Владимир Жириновский выступил против продления договора о разграничении полномочия между федеральным центром и Татарстаном В этом году истекает срок договора, надеемся, что больше он продлеваться не будет Единая страна, никаких договоров по распределению каких-то там полномочий Все полномочия заложены в конституции страны, заявил лидер ЛДПР Прокуратура против исполкома Казани Предназначение оврага между улицами Новаторов и Галеева сегодня рассматривали в суде Все дело в том, что есть различия между генпланом и планом застройки Казани По главному документу на территории оврага должна быть рекреационная зона По второму место для строительства Альбина Минибаева попыталась разобраться в таких нестыковках Самое главное, из-за кого это началось? Ваших интересах обратилась Такой поддержки со стороны жителей столицы прокуратура Казани, наверное, еще не видела По меньшей мере, 20 жителей улиц Новаторов и Галеева решили узнать судьбу своих домов Не от соседей, а от судьи Инициативных в зале собралось настолько много, что даже ответчикам представительству исполкома не нашлось места Жильцы жалуются на трещины в домах и требуют прекратить строительство Обращения превратить овраг в зеленую зону были и в прокуратуру И вот ведомство решило доказать Назначение территории не соответствует генплану города Но представитель исполкома суде уверяет, ведомство слишком поздно похватилось И прокуратура, и остальные органы знали прекрасно о проводимых строительных работах на данном участке В соответствии с этим мы считаем, что прокуратурой пропущен срок обращения Вопрос перезонирования и соответствия генеральному плану территориальной зоны права замерковой застройки проверялся лишь в последнее время И результатом данной проверки были приняты соответствующие меры Строительство в овраге началось в феврале 2016 года Но вот по генплану на этой территории должны были вырастить деревья, а не многоэтажки Однако Правила землепользования застройки, они утверждаются городской думой И они могут сами же и отступать от них Это, конечно, не очень хорошо Сейчас как бы над этим идет работа уже на федеральном уровне Потому что у нас эти отступления происходят очень часто и не всегда в пользу города План землепользования и застройки имеет право нарушать генеральный план город Казань Конкретно ответите, пожалуйста, на вопрос Нет здесь нарушений, есть несоответствия Из-за этих несоответствий на территории оврага стройка, которая не устраивает жителей Хрущевок И у застройщика дома квартиры проданы уже по договору долевого строительства Процесс между прокуратурой и исполкомом, но тем не менее на судебное заседание подтянулись и жители улиц Новаторов и Галеева Решается судьба их домов И сейчас, во время перерыва, жители делают ставки Какое будет решение Фемиды? Фемида оказалась благосклонна к исполкому и застройщику и отказала прокуратуре Последует ли обжалование, ведомство решит после изучения документов Альбина Минибаева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань Собрали всем миром, чтобы сбылась мечта Анастасии Диатулиной из Лениногорска У девушки острый лимфатический лейкоз Для лечения нужно было 2 миллиона рублей Мы уже рассказывали об этом в январе И вот деньги практически собраны Давайте поставим точку в этой истории На этом уроке живописи в музыкально-художественном педагогическом колледже Неизменно пустует только одно место Однокурсники оставляют его для Насти Потому что верят, что вскоре она вновь сядет за мольберт Данная беда сплотила, наверное, курс Все очень переживают и сочувствуют Ставить себя на ее место И понимать, насколько все это страшно Поэтому полностью проникаю с сочувствием, как и все У Насти острый лейкоз и помочь ей может только трансплантация костного мозга Подходящих доноров в России практически нет Легче его найти в Германии На лечение девушки нужна крупная сумма денег Миллион восемьсот тысяч рублей Вместе с неравнодушными собрали уже большую часть В сборе недостает всего восемьдесят тысяч рублей У нас в группе есть флешмоб Капелька добра Каждый, кто перечисляет для Насти деньги Они делают либо скрин, либо фотографию чека И отправляют на стену в группу Естественно, все пишут слова благодарности в комментариях В сбор вели студенты, преподаватели Организовывали флешмобы Обращались и в российские фонды Наша телекомпания сделала ряд сюжетов, чтобы помочь собрать деньги И сейчас они фактически собраны Поиск доноров в Германии уже начали Фонду Стефана Морша в Германии перечислили 6 тысяч евро После того, как его найдут, донора привезут в Россию Операция пройдет в Санкт-Петербурге И врачи дают оптимистичный прогноз Врачи говорят, что должно быть все хорошо Что надежды есть Всем людям, которые остаются нервнодушны к вашей беде Всем большое человеческое спасибо Сейчас Настя находится в клинике Сбор денег на ее лечение не прекращается Все верят, что Настя снова вернется к рисованию Правда, для этого придется побороться И как минимум год провести в Петербурге на лечении Осталось собрать всего 80 тысяч рублей Альбина Минебаева, ТНВ, Казань Звездный хоккей В эти минуты на лед дворца спорта Выходят легенды НХЛ Чтобы сразиться в дружеском матче со сборной Татарстана А сегодня утром мастер-класс от именитых хоккеистов Получили юные спортсмены Как наш город встретил обладателей кубка Стэнли Об этом в сюжете Алмаза Гафиятова С корабля на бал с аэропорта в Ледовый дворец Три десятилетия назад эти ребята творили на льду чудеса Сегодня кто-то из них тренирует Кто-то занимается другой деятельностью Но большой хоккей в сердце каждого из них Нет, честно сказать, я ранее не слышал И только о хоккее в Казани, но и о Казани вообще Я очень рада здесь находиться Мне здесь очень нравится И действительно из-за того, что так много снега Мне напоминает о Канаде И все здесь очень красиво Мы надеемся, что вечером хорошо сыграть Мы очень уважаем российский хоккей И хотели бы еще, так как у вас тут очень вкусная еда После матча хотим еще покушать И не важно, что казанские хоккеисты, которые пришли на мастер-класс Еще совсем юные И не видели игру инхайловцев тех времен Главное, что любое задание и каждый совет ветеранов запоминается Многие неоднократно будут вспоминать их на игре Нам нужно прибавлять их в скорость, так же, как и в передачах, в бросках В общем, нам нужно работать с работой Хоккей в Северной Америке отличается своими скоростями и силовыми приемами Есть в чему поучиться даже тренером и действующим хоккеистам Конечно, это мотивирует Это, во-первых, популяризация хоккея идет Детям это нравится Кто-то, может, из этих кумиров приезжает Конечно, они наблюдают за ними Это же все-таки мастера, которые отыграли много лет в НХЛ Детям это очень пойдет на пользу Уже вечером сборная ветерана Филадельфии «Флайерс» Выйдет на лед Дворца спорта против команды сборной Татарстана Ожидается, что нашу республику возглавит президент Рустам Миниханов Алмаз Гафиатов, Ринат Сайфин, ТНВ, Казань Наш эфир продолжит программу «Вызов 112» Как брали штурмом квартиру подозреваемых в перестрелке Об этом через несколько минут А пока впереди прогноз погоды И до встречи в 21.30 Иногда ипотека бывает неподъемной Мы подготовили для вас отличное предложение Квартиры в ипотеку от 8,49% В новом жилом комплексе «Садовое кольцо» «Окташинвест» Доверьтесь нашему опыту 25 февраля Пирамида Звезды татарской эстрады Хания Фархи Ришат Ухватулин Зайнап Фархидина Возуфар Билалов Филюс Кагиров И многие другие На вручение 4-й национальной музыкальной премии «Болгар-радиусы» Не пропусти Самое яркое шоу года Для лица 6 лет Лечение аденомой и простатита На израильском аппарате «Термерс» Весь февраль прием уролога СУЗИ Всего 500 рублей Только в феврале Приходи в аквапарк «Ривьера» И получи второй билет в подарок Данила Мастер Портрет на памятник бесплатно 202-38-32 В клинике «Медел» Уникальное лечение варикоза ног На любой стадии В клинике «Медел» Уникальное лечение варикоза ног На любой стадии Елена Фурс Лучший выбор шубе С выгодой 50 тысяч рублей И при покупке шубы Любой жилет за полцами Меховая фабрика «Елена Фурс» В Меге Сейчас или дороже Бери «Ниссан» в феврале Получи выгоду до 180 тысяч рублей И зимнюю резину в подарок Хочешь больше? Приезжай, обсудим Автоцентр Марка Казань, Чуйково, 54В Звони, 4 пятерки, 3 единицы Знание сегодня Лидерство в будущем Казань «Орксинтез» Плодотворно сотрудничает С ведущими вузами России Каждый год мы повышаем уровень Почти 5 тысяч сотрудников предприятия Потому что движение к будущему Не должно останавливаться Казань «Орксинтез» Непрерывное развитие В поисках выгодного предложения ипотеки Вы обходите много адресов Заоблачная Высокая Средняя Рыночная Но если вы ищите низкую ставку Запишите Выгодная Банк Аверс Здесь живет доступная ипотека С государственной поддержкой Банк Аверс Доступная ипотека здесь Закончилась гарантия Это к выгодному сервису В феврале комплексная диагностика Для автомобилей Тойота, Ниссан, Мазда 350 рублей Мойка в подарок Sky Service Сеть сервисных центров По ремонту автомобилей Различных марок 235-35-55 Фаберлик И Валентин Юдашкин Представляет Новая коллекция Женской одежды И аксессуаров Выбери свой образ От известного кутерья В каталоге Фаберлик Юбка От 1599 рублей Только в феврале Лада Веста С выгодой до 56 900 Лада Гранта До 87 900 И Лада Икс Рей До 109 900 Подробности на сайте Парус.лада.ру Автоцентр Парус Здравствуйте! Завтра в Татарстане Осадков станет меньше Небо прояснится Подробнее через минуту Боль в суставах и позвоночнике Не только ограничивает движение Она ограничивает жизнь Магнитотерапевтический аппарат Алмак-01 Дает возможность Остановить развитие болезни И вернуть суставам Былую подвижность В феврале Купите Алмак-01 В аптеках города По сниженной цене Долгожданная акция С 13 по 26 февраля Снижаем цену На Алмак-01 В аптеках 36,6 Отличная И аптеках низких цен Спешите! Количество товара Ограничено! О погоде Завтра в Бугульме Бавлы-Ознакаево Ночью облачно Пройдет снег Местами сильный Около 14 мороза Днем небо прояснится Осадки прекратятся Столбики термометров Покажут Минус 10 На северо-востоке В Нижнекамске Набережных Челнах Елабуге Пасмурная погода Снег пройдет Дневные часы И ночью Ночные температуры Минус 12 Днем около 8 градусов Ниже нуля На севере Татарстана Облачно Ночью около 13 градусов Мороза Небольшой снег Днем преимущественно Без осадков Столбики термометров Покажут Минус 8 В Арске В Кукмаре Бултаси Ночью со снегом Минус 15 Днем с прояснениями Без осадков Около 8 градусов Со знаком минус На юго-западе Облачная погода Местами пройдет Небольшой снег Ночью минус 10 12 Днем около 8 мороза В центральных районах Пасмурная погода Сохраняется Ночью пройдет снег Минус 13 Днем без осадков И около 8 градусов Ниже нуля В последующие сутки Осадки прекратятся И подморозят На несколько градусов Завтра в Казани Облачно Днем с прояснениями Ночью возможен снег Минус 11 13 Днем без осадков И около 9 мороза Ветер северный Умеренный До 5 метров в секунду Атмосферное давление В норме И завтра составит 760 миллиметров Ртутного столба Влажность воздуха 76% Ожидается магнитная буря О погоде все В студии была Лейла Латыпова Всего доброго И до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин